Добрый день, я Анцупова Кристина, студентка второго курса стоматологического факультета первой группы. Сегодня я хочу представить вашему вниманию свой доклад на тему профилактика индивидуальной гигиены полости рта. В ротовой полосе человека обитает огромное количество различных микроорганизмов. Они оседают на зубах, деснах, языке и слизистых щек. Чтобы избежать стоматологических проблем и их последствий, нужно держать в балансе экосистемы полости рта и здоровья в целом, а для этого необходима качественная гигиена полости рта. Для этого я рассмотрю виды гигиены полости рта и принадлежности для проведения самостоятельных гигиенических процедур, а также проведу наглядные эксперименты, посмотрю, как составы пасты влияют на эмаль наших зубов. Профессиональная гигиена – это комплексная процедура удаления мягких и твердых зубных отложений, избавиться от которых самостоятельно невозможно, даже при ежедневном тщательном уходе за зубами. Цель проведения данной процедуры не только косметическая, это еще и профилактика кариеса и болезни парадонта. Профессиональную гигиену необходимо проводить не реже, чем через каждые 6 месяцев. Индивидуальная гигиена рта включает в себя мероприятие по уходу за ротовой полостью, удаление налета на зубах во избежание заболеваний, возымаемое зубным налетом и камнем. Правильное соблюдение правил гигиены позволяет сохранить зубы здоровыми и свободными от зубного камня, укрепить десны и нейтрализовать неприятный запах изо рта. К индивидуальным средствам ухода за полостью рта относятся зубная щетка, зубная паста, флоса и зубная нить, жидкости для полоскания ротовой полости и ирригатора. Разберем виды зубных щеток, их преимущества и недостатки. Механическая щетка – самый простой и оптимальный вариант. Достоинствами такой щетки являются ее наиболее доступная стоимость, отсутствие необходимости покупки дополнительных насадок или батареек, возможность частой замены по причине низкой цены, и механические щетки не травмируют эмали десны, если правильно подобрать жесткость щетины. К недостаткам данной щетки относятся то, что требуется немало времени для полного очищения зубов от налета, и в эффективности механическая щетка все же уступает электрической и ультразвуковой. Достоинствами электрической зубной щетки является то, что она экономит время и силы, эффективно очищает налет от зубов и защищает от образования зубного камня благодаря разным режимам скорости. Можно выбрать подходящий и менее травматический. К недостаткам данной щетки относятся то, что при неправильной скорости или проблемах с зубами может травмировать эмаль и десна, высокая цена на щетку и на насадки к ней. Использовать электрическую щетку рекомендуют не чаще двух раз в неделю по причине быстрого стирания эмали. Ультразвуковая зубная щетка более усовершенствованная модель электрической щетки. Планным достоинством этой щетки является то, что ее можно использовать без зубной пасты, не требуется механический контакт с зубами, Такая щетка способна разбивать налет и уничтожать вредную флору уже на расстоянии 5 мм. Можно купить насадки, позволяющие снять твердый налет или отбелить эмаль. И одна из важнейших функций – лечебное воздействие на десна. Недостатки заключаются в ее высокой стоимости. Ультразвуковая щетка имеет множество противопоказаний, и использовать ее рекомендовано не чаще трех раз в неделю. Таким образом, наиболее простым и оптимальным вариантом по соотношению цены и эффективности будет обычная механическая щетка с синтетическими ворсинками, выполненной из неймона. Натуральная щетина быстрее загрязняется, и в ней скапливаются бактерии, которые размножаются и слишком быстро приводят инструмент в негодность. Лучше, если с обратной стороны рабочей области будет ребристая поверхность, она предназначена для очищения языка. Если есть финансовые возможности и нет никаких проблем с чувствительностью эмали, можно отдать предпочтение электрической или ультразвуковой модели. Выбор зубной пасты – еще один важный момент в индивидуальной гигиене полости рта. В зависимости от свойств состава различают пасты. Второсодержащие – они снижают риск развития кариса и деминерализации эмали. Стреклозаном – оказывают противовоспалительное действие при заболевании десен. И отбеливающий – помогает в борьбе с темным налетом. Одним из главных свойств пасты является абразивность. Абразивность зубной пасты определяется интенсивностью воздействия на эмаль. Степень абразивности зависит не только от количества абразивных частиц пасти, но и от их размера. Чем они круглее, тем сильнее они полируют эмаль. Количество и размер частиц формирует индекс абразивности, который на упаковке указан аббреватурой RDA. Еще одним немаловажным свойством зубной пасты является содержание фтора. Ионы фтора обладают противомикробным действием, а также способствуют реминерализации эмали зубов, делая ее тверже, что в свою очередь препятствует проникновению инфекции в ткани зуба. Также фтор защищает зубы от вредного воздействия кислоты. Проведем два наглядных опыта и посмотрим, как компоненты пасты влияют на эмаль зубов. Для первого эксперимента нам нужно взять два яйца, скруба которых, как и эмаль зубов, на 80% состоит из неорганических веществ и нанести на одну из них пасту с содержанием фтора. После этого опускаем обработанное яйцо в раствор уксусной кислоты, так как при поедании пищи в ротовой полости вырабатывается кислота, которая влияет на эмаль. Второе яйцо оставляем необработанным. Затем устанавливаем таймер на 15 минут и ждем результат. Достаем первое яйцо, обработанное пастой с фтором и стучим по скруппе металлическим припором. Как мы видим, сколов не образуются. Теперь достаем необработанное яйцо и проделываем то же самое, что и с первым. Наблюдаются сильные повреждения. Таким образом, на яйце обработанной пастой не образуется трещина. Примерно так зубная паста стором влияет на эмаль наших зубов. Для следующего эксперимента нам понадобится паста с различным индексом РТА. 120, 100, 75 и 3 стекла к каналу к эмали. На первое стекло втираем пасту с индексом 75. На другом стекле паста с индексом РТА-100. И на третьем стекле зубная паста с индексом 120. После того, как мы смыли зубную пасту с индексом 75, мы видим, что на зеркале нет повреждений. На втором стекле, где была зубная паста с индексом 100, есть небольшие повреждения. На третьем стекле, где была зубная паста с индексом 120, у них значительное повреждение. Если у вас чувствительные зубы и десны, выбирайте низкоабразивные пасты с РТА от 20 до 50. Если у вас нет проблем с зубами, вам подойдут умеренно абразивные пасты с РТА от 50 до 80. Паста с РТА 80 до 110 пилирует эмаль, оказывая легкий отбеливающий эффект. Ими не стоит пользоваться ежедневно. И паста с РТА выше 120 и оказывает интенсивное пилирующее воздействие. Не рекомендуется при сколовых трещинах эмали, а также при повышенной чувствительности зубов. Кроме состава важна также густота пасты. Чтобы паста равномерно выдавливалась из тюбика и не рассваивалась, производители добавляют в состав загустители и эмульгаторы. Еще одним средством индивидуальной защиты является зубная нить. Как же выбрать подходящую? Зубная нить должна удовлетворять следующим требованием. При наличии интервала между зубами и отсутствии стоматологических заболеваний подойдет невощеное волокно с поперечным срезом. Флос пропитка подбирается в зависимости от желаемого эффекта, отбеливания, освежения дыхания, профилактика кариеса и другое. И если в мягких тканях наблюдается воспаление, зубы расположены очень близко друг к другу, рекомендуется выбрать изделие ленточного типа с бактериоцидной пропиткой. Теперь мы разберем преимущества и недостатки растворов ополаскивателей полости рта. Положительный эффект от использования ополаскивателя для полости рта замечен уже через 10-14 дней. И выбор ополаскивателя на полках, магазинах и аптек весьма внушителен. Можно подобрать средства на любой вкус и кошелек. К недостаткам можно отнести наличие этанова и триклозанов. В составе большинства средств такие ополаскиватели не рекомендуется применять детям и беременным женщинам. При покупке следует внимательно прочитать инструкцию на обороте. В настоящее время к институальным средствам гигиены полости рта прибавился аппарат, подающий струю воды или очищающего раствора под давлением для очищения ротовой полости. Ирригатор. Особенности ирригатора помогают в очищении установленных конструкций, таких как брекет. Если не ощущать частенькую полость рта, то пища в конструкциях начинает гнить и будет образовываться неприятный запах изо рта. Перед покупкой лучшего аппарата необходимо проконсультироваться с автоматологом. Если такой возможности нет, то обратите внимание на такие характеристики прибора, как мощность напора струи, количество насадок, можно ли пользоваться всей семьей и стоимостью. Значение гигиены полости рта заключается в профилактике основных стоматологических заболеваний, а также в поддержании привлекательного внешнего вида человека. Соблюдая правила проведения мероприятий, можно добиться существенных результатов, среди которых формирование крепких зубов, уничтожение патогенной микрофоры, предупреждение развития кариеса и парадонта, профилактика инфекционных заболеваний, полость рта и желудочно-кишечного тракта, белоснежная улыбка, свежее дыхание и экономия на стоматологических услугах. Спасибо за внимание!